теперь мы приступаем снимаем бампер передний тут как видно зазорчики у нас вот видно и на саморезе явно не держится здесь маленький весь огромной нестыковки вот бой выходит бампер явно нарушены крепления так же как и здесь здесь вот такой широкий зазор клювом сюда по идее опять то же самое это все било сделалось ну да ладно вот видно что она тут не держится нажимаешь она дышит что там у нас под низом как говорится мем и увидим вот мы сейчас снимем как мастер у нас снимает передний бампер как правильно это делать и вот опять же все в кучку не разбрасывает это вот мы снимаем губу потом внизу защелочки вот можно взять съемничек и добраться на руками это долго вот все равно съемничек клепсодер чик помогает то есть ломать не надо потом придется покупать она вот очень красивая очень и сопливая сопливая смысле сделано так чуть чуть не туда дотронулся и иди покупай заказывай новую сейчас мы покажем как правильно тут снимать на чем она держится держится самое интересное иногда вот какой-нибудь клипс очки держится а вот что у нас здесь вот эти клипсы они входят и они стопорятся здесь сейчас секунду вот такие вот клипс очки их тут сколько 6 штук их надо загнуть да тут красота так это вот поехали дальше пусть красивая мордочка модная полежит что у нас дальше по порядку клипсы берем клипс и выкорчевываем можно их конечно там было бы и откручивать по идее вот здесь гвоздики несколько слоев вот еще защелки один в один будет естественно снизу что-то там будет у нас вот отлично будем снимать а два раза да ну вот значит восьмерочкой откручивать или десяткой там болтышочки откручивать там может 4 6 8 вот какая фирма сколько жалко столько и стали откручиваем защиту там небольшой фарточек вот он видит сюда вот в просвете один специалист сделал другой вот откручивает это не стандарт крепления бампера тут просто-напросто брали это ухо подтягивает вверх чтобы не такой большой был зазор банка травмированный да вот красота такая это не ржавчина вы не подумайте это специальная окраска японский саморез по дереву вот доработка тюнинг опелевский бампера тюнингуют вот но тут выщелкивать нечего хотя это зубы целые а вот крепление что крепление просто что получается его надо развернуть слушайте ну лентяи попались а мастера да и будет разворачивать ну да и подняла и как было сделали конечно вот это если развернуть вот в конце концов это я принял сейчас у меня есть такая когда снимем штука да а вот чё за приз пролазит вот такого не должно быть тут зазор должен быть но там 3-4 а тут он палец залазит сантиметр тут вообще не должно быть да только вот под вот эту толщину тут 3 миллиметра это так чтобы прям туго туго входило это до зазоров не будет ну ладно где наша неправда наша везде вот здесь стандартно пока что откручиваем посмотрим что дальше опять же это не нравится потому что пластик ударился едет свободное место находит и вылазит вот где-то либо проером идет либо вот так вот вылазит нас кулибины берут а так снимают фару потом подвязывают так ряд дырочку на казахскую сварку для тех кто не знает перевожу коза сварка это на проволочках вот и все и нормально а потом какой-нибудь красивый буду делать буду делать и полирну и все и красиво потом красивый какой-нибудь mercedes приезжает начинаешь снимать разбирать и ты не крашеный без без пробега по японии америка азии а там смотришь думаешь мама дорогая вот то есть ума хватило машин пить и денег а потом от ее содержать и обслуживать уже не хватает потому что цен ладно ладно в общем тут все понятно зором крепление целая просто она загнутая его надо как-то рихтануть куда надо таким движением вот это уже у нас отошла часть она привелиться а теперь вот эти скрепочки как я показывал ранее их надо отсоединять и он просто снимается как чехольчик у нас тут по идее такая же самая басня скреладзе и остаются у нас если они тут есть да есть вот они красивые такие бопровод у нас стоит все есть я не а вот кстати какие левые лишние штуки нас маночки да все соединять надо ну что здесь тоже самое крепление цел она вывернута и вот здесь под фарой торчила там месте пузо вот это вот губа почему-то торчит скорее всего так пластик деформировался вот и торчит потому что тут не упоров не ограничителей для него них нет и как бы тут уже такая вот ситуация отсоединяем тоже здесь и еще момент омывателя фар вот снимается и в принципе наверно опять же туманки номера надо еще снимать но этим я снимать не буду смысла нет тут все как бы видно что она снимает и так вот скорее всего вот здесь вот ну и пусть течет а что делать она потечет в любом случае все это все равно снимать надо при покраске это все будет мешать все это снаряжение она здесь никому не нужно это все ну вот бампер мы сняли так сказать пока как и чё тут крепится какими болтами где чего вот и что и как и почему сейчас от мастер стоит наружную крышечку омывателя вот и можно и оттянуть и она тут на защелках вот она да она там на защиту защелочки они очень нежные вот вообще в машинах очень нежная это не раз 24 и не победа и не зил и не зим поэтому все надо очень аккуратно и делают заразы так что вот так даже аккуратно делаешь и следы и на пластике и на краске остаются все очень нежно все это делается специально сломал иди покупай ладно этом обзор заканчиваем вот все тут ясно все по вот